Здравствуйте! В эфире телеканала 24КЗ, программа «Парламент». Меня зовут Адиль Нуртай. Сегодня в Нижней Палате Парламента состоялось пленарное заседание, в ходе которого депутаты Можилиса одобрили во втором чтении проект Кодекса об административных правонарушениях. В целом Кодекс направлен на гуманизацию, он направлен на то, чтобы максимально упростить процесс, связанный с административным правонарушением. В частности, по сокращенному производству у нас не будет вызова человека в суд. Ему дадут на руки протокол, у него будет счет, и он 7 дней на суд имеет право оплатить 50%. Депутаты сегодня утвердили и целый ряд ужесточений наказаний, в частности, двукратное увеличение штрафов за совершение грубых нарушений правил дорожного движения. Но вместе с тем, в случае оплаты штрафа в течение 7 дней, нарушитель имеет право уплатить только 50% взыскания. Мы исходили из того, что штрафы как бы в двойном размере мы по придорожному движению сделали для того, чтобы, и учитывая тот момент, что есть возможность 50% оплатить, оплачивает он тоже прежний штраф. Но мы пришли к тому, что вы видите на дороге, на дороге, что сегодня творится. Ответственность водителя сегодня должна быть на дороге, в общем-то, можно откровенно сказать, происходит беспредел. По тем тоже там видам, вы тоже правильно поймите, что когда нарушаются грубые правила дорожного движения, там действительно прибегли мы к более суровым наказаниям. А где более легкие нарушения, там уже штрафы очень маленькие. Безусловно, одной из важных и перспективно действенных против коррупции должна стать новая норма кодекса, которая предусматривает принцип фиксированности ставок штрафов. Если вы знаете, в действующем законе эти ставки имеют вилку от и до. Значит, в новом проекте кодекса такой вилки нет, устанавливается фиксированная ставка. Это, по мнению разработчиков и рабочей группы, позволит нам снизить коррупцию Геннадзе. Слово «от» — это коррупционная составляющая. Не должно быть от такого до такого. Любой орган, проверяющий, контролирующий, он должен четко знать, и тот же нарушитель этих административных правонарушений, он должен знать. Если нарушил он, значит, сколько он должен выплачивать. А слово «от» — это чисто часть коррупционности, мы его исключили. И, как заявил сегодня руководитель рабочей группы по этому законопроекту, в новой редакции документа значительно сократилось количество статей, в которых видом наказания является арест. В действующем кодексе, если вы знаете, таких составов 69, в новом кодексе таких составов 29. Мы снизили также и предельный размер сроков по ресту, максимальный срок. Если сейчас это 45 человек, то по новому кодексе это будет 30. То есть в этой части мы пошагово в каждом случае индивидуально подходили и принимали соответствующие решения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова должна найти альтернативу этой норме. Законопроект снимает очень важную проблему, очень резонансную проблему, о которой неоднократно говорила и палата предпринимателя «Томикен», и партия «Желу» на протяжении последних двух лет. Это об устранении вот этого коррупционного требования в 100 метрах, вот запрете по продаже алкоголя. Мы все знаем, что вокруг детсадов, школ, университетов полно магазинчиков, кафе, ресторан, которые реализуют алкогольную продукцию. Но поэтому эта норма не работает де-факто, но она служит предлогом для вымогательства у различных проверяющих предпринимателей. И никакой разницы с точки зрения физических возможностей пройти не 100 метров, а 101 метр на самом деле не существует. Да, не только партия «Желу», и не только палата предпринимателя этим занималась. Занималась этим партия «Нуратан» и искали альтернативный вариант. Потому что именно эта норма, да, действительно была коррупциогенной, но другую какую-то альтернативную норму надо было находить. Решать проблему, дабы защитить наших детей от продажи алкогольной продукции. Я хочу сегодня поблагодарить вице-премьер-министра, министра финансов господина Султана Бахтура Лахановича за оперативную работу. Сейчас создана рабочая группа, и мы вместе сейчас ищем поиски, как урегулировать этот вопрос. Рабочая группа начала работать, и я благодарна вам, Бахтура Лахановича, и я так думаю, что это решение мы найдем. На этом время нашей программы в эфире телеканала 24КСЗ подошло к концу. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова